Привет! Меня зовут Сергей. У нас сейчас середина лета, и значит мы продолжаем фруктово-ягодную тематику плетения. Клубнику мы с вами уже сплели, а сейчас самый разгар малины. И поэтому, почему бы не сплести ягодку-малинку? Вот так она будет выглядеть. И как обычно, я надеюсь, что этот урок вам понравится, будет понятен, будет интересен. И поэтому не забудьте поставить за него лайк. Ну что ж, поехали! Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков первых двух рядов смотрят в правую сторону, открытые стороны столбиков дальнего ряда смотрят в левую сторону. Плести мы будем примерно в центральной части станка, но прежде чем перейдем к накидыванию резинок на станок, нам сначала нужно сделать несколько дополнительных деталей, которые мы будем использовать в процессе плетения. Давайте посмотрим, как эти детальки делаются. Для одной из них нам понадобятся четыре резинки. Берем одну резинку, накручиваем на крючке два оборота, захватываем эти два оборотика и накидываем на крючок еще раз. Двигаем ближе к корпусу крючка, еще одну резинку, накидываем два оборота на крючок, захватываем эти два оборотика и накидываем на крючок еще раз. Далее третью резинку закручиваем на пальцах в два оборота, накидываем на кончик крючка и снимаем на эту скрученную вдвое резинку вот эту деталь и вот эту деталь. Другую часть двойной резинки накидываем на крючок. Теперь берем вот эту четвертую резиночку, накидываем на кончик крючка и снимаем на нее ту заготовку, которая у нас уже получилась. Убираем крючок и вот такая деталь у нас должна получиться. Теперь внимание, таких деталей вам нужно сделать 52 штучки. Да-да, не пугайтесь, именно 52, поэтому поставьте это видео сейчас на паузу и сплетите такие заготовки. Но я их уже сделал предварительно и поэтому готов к накидыванию резинок на станок. Накидывать мы с вами будем сначала зеленые резинки и они будут символизировать ту часть малинки, которая прикрепляется к кусту. Беру пару и накидываю на столбик центрального ряда и на столбик правого ряда. Представим, что вот этот столбик у нас является центральным, а вокруг него идут лучики. И сейчас нам такие лучики и нужно сделать. Вот второй лучик, далее третий лучик по центральному ряду, четвертый лучик у нас идет вот сюда и у нас получился полукруг. Теперь нам нужно сделать еще один такой полукруг, но уже вот здесь. Представим, что вот этот столбик теперь является центральным и продолжаем как будто бы накидывание. Вот сюда, следующую пару таким образом, третья пара и четвертая пара. И в итоге получился как будто бы овал, состоящий из двух половинок. Теперь возьмем две резиночки и накинем на один из центральных столбиков, например, на вот этот, три оборота, две резинки. Накинули, один оборот получился, закручиваем второй оборот и закручиваем третий оборот. Теперь вот эту половинку нам нужно сплести. Заводим крючок в центральный столбик и отодвигаем его тыльной стороной три оборота двух резинок, которые мы только что закручивали. Захватываем изнутри пару, которая находится выше всего. Снимаем со столбика и накидываем на тот столбик, которому эта пара принадлежит. В моем случае это столбик дальнего ряда. Теперь вновь заводим крючок сюда и захватываем следующую пару, которая находится выше. Она относится к столбику центрального ряда. Еще одна, третья пара, захватываем изнутри, идет вот сюда, и последняя пара изнутри, вот на этот столбик. Теперь здесь опускаем резиночки на всех столбиках вниз и на каждом из этих четырех столбиков нам нужно сделать наращение красных резинок. Посмотрим, как это делается. Берем одну красную резинку и просовываем крючок вот сюда. Вытаскиваем его снизу, накидываем одну красную и аккуратно высовываем сверху. Другую часть этой красной резинки накидываем на крючок. Теперь снимаем со столбика те резиночки, которые на нем находятся и вместо них накидываем красную с крючка. Давайте повторим эту операцию вот с этим столбиком. Завожу крючок сверху вниз, накидываю красную резинку, одну и вытаскиваю сверху. Другую часть этой красной накидываю на крючок. Снимаем со столбика аккуратно зеленые, которые на нем находятся и вместо них накидываю красную. В центральном столбике тоже повторяем эту же операцию. Вытаскиваем сверху другую часть на крючок, снимаем со столбика зеленые и вместо них накидываем красные. И у нас остался последний дальний столбик. Если вам неудобно так с ним работать, то поверните станок и тогда будет гораздо удобнее. Сверху вниз завожу крючок, вытаскиваю другую часть на крючок, снимаю и накидываю вот сюда. Одну половинку мы с вами сплели. Теперь нам нужно завести крючок в центральный столбик и снять все резиночки с этого центрального столбика. Натягиваем и накидываем на центральный столбик другой половинки. И уже с ней повторяем те же самые операции, которые мы с вами делали вот здесь. Но для удобства я поверну станок другой стороной. Изнутри захватываем пару, которая находится выше всего. Она относится вот к этому столбику в моем случае. Следующую пару захватываем изнутри. Она относится к столбику центрального ряда. Следующая пара идет вот сюда. И последняя пара изнутри на вот этот оставшийся столбик. Опускаем вниз. И теперь с этими четырьмя столбиками поступаем точно так же, как и здесь. То есть наращиваем по одной красной резинке. Сверху вниз завожу. Красную вытаскиваем. Снимаем зеленые и красную. Накидываем на крючок вместо них. Повторяем эту операцию и для остальных столбиков. Отлично. Теперь давайте центральную часть немножко поправим. Я возьму вот эту резинку и направлю ее на центр. Вот так, чтобы у нас получилось. По центру. И на крайних столбиках резинки опускаем вниз. Следующий ряд у нас будет состоять из тех деталей, которые вы, я надеюсь, сделали. Вот такие пупырчатые заготовочки. Нам нужно взять такую заготовку и накинуть на любую пару столбиков. Например, вот на эту. Теперь взять еще одну такую же заготовку и накинуть на следующую пару столбиков. Раз. И два. И вообще все вот такие детальки мы накидываем по кругу. Беру третью. Раз. И вот сюда два. Поворачиваем станок, если так удобнее вам будет. И накидываем следующую. Последнюю деталь. Дальку накидываем и круг у нас получается замкнут. Куда именно будут направлены вот эти пупырышки, сейчас абсолютно все равно. Потому что в дальнейшем вы легко их сможете в нужном направлении разместить. Ну а сейчас можно не обращать внимания, в какую сторону они направлены. Итак, сейчас на каждом столбике у нас находятся по четыре резинки. Две резинки нижнего слоя и две резинки верхнего слоя. Нам нужно захватить две резинки нижних и скинуть с каждого столбика с внешней стороны внутрь. Здесь захватываем две нижних, скидываем внутрь. Здесь поверну станок, чтобы было удобнее работать вот с этими центральными столбиками. И вот с этими. Все. С каждого столбика я снял две резинки предыдущего слоя. Опускаем резиночки на крайних столбиках вниз для того, чтобы накидывать следующий ряд. Теперь нам нужно определиться, на какой стороне будет лицо малинки. Допустим, вот на этой стороне. Поэтому сюда нам нужно накинуть вот на эти два столбика две резинки просто без всяких пупырышек. Две обычных резинки. И чуть правее накидываем тоже две обычных резинки. А на все оставшиеся столбики, чтобы получился полноценный ряд, мы накидываем наши заготовочки. Последнюю детальку накидываем и круг у нас получается замкнут. Теперь смотрим. На каждом столбике у нас сейчас находятся, ну, на некоторых столбиках по четыре резинки, а здесь шесть резинок. Но в любом случае нам нужно захватить нижние две, которые относятся к предыдущему слою. И скидываем с каждого столбика нижние две резинки. Опускаем опять резиночки вниз и повернем станок к нам той стороной, на которой у нас будет располагаться лицо. То есть там, где мы накидывали просто обычные резинки парами. Теперь нам нужно сделать ряд с глазами. Для создания глаз можно использовать резинки, а можно использовать бусины. Я покажу оба варианта. Давайте сначала с резинками посмотрим. Накручиваю черную резинку два оборота, затем еще раз на крючок. Берем пару красных, накидываю на крючок и снимаю черную скрученную резинку. Размещаем вот на этот столбик и на центральный. Один глаз у нас готов. Чуть правее сделаем еще один, второй глаз. Раз. И два. Пару резиночек. Накидываем на крючок и снимаем вот эту черную. И здесь располагается второй глаз. Но если у вас есть бусины размером 6 или 7 миллиметров, если их нет, то вы можете купить их в обычном магазине, где продают нитки и иголки, что я собственно и сделал, то лучше использовать все-таки бусины. Поэтому я сейчас сниму резинки с глазами из черных резиночек и покажу, как сделать глаза с бусинами. Но для этого нам еще понадобится проволочка. Я ее купил в том же магазине, где продают нитки и иголки. Это проволока для плетения бисером. Сгибаем ее вот таким образом и накидываю бусину на эту проволоку. Накинули. Теперь берем пару резинок, накидываю их на проволоку, соединяю и вставляю бусинку на эти резинки. Теперь проволочинку убираем в сторону и у нас получилась вот такая заготовка. Давайте накинем ее туда же, куда мы накидывали резинки, сейчас для глаз. Один глаз готов и второй точно такой же я из бусин сейчас накину. Раз. И два. Чтобы слой получился полноценным, на все оставшиеся пары столбиков по кругу мы накидываем наши любимые заготовочки. Вот такие. Продолжение следует. Весь слой у нас заполнен. Теперь снимаем с каждого столбика резинки нижнего слоя. Вот здесь, где глаза, у нас получается 3 резинки относятся к нижнему слою. По центру 4 резинки. Здесь тоже 3 резинки. Ну а на остальных столбиках по 2 резиночки внизу. Отлично. Опускаем все вниз и поворачиваем опять станок глазами к нам. Сейчас нам нужно сделать щечки. Для создания щечек я буду использовать оранжевые резинки. Процесс создания щечек абсолютно такой же, как и создание глаз. Два оборота оранжевой берем и накидываем еще раз на крючок. Теперь 2 красных накидываю на крючок и снимаю сюда вот эту оранжевую резинку. Располагаем там же, где мы располагали один из глаз. Одна щечка получилась и вторую сделаем точно так же. Два оборота накидываем еще раз на крючок. Берем 2 красных резиночки. Снимаем на них оранжевые обороты. И размещаем над вторым глазом. И я думаю вы догадались, чтобы слой получился полноценным, на все оставшиеся столбики мы накидываем заготовки. Снимаем на них оранжевые обороты. Отлично. Весь слой накинули. И теперь снимаем резиночки предыдущего слоя с каждого столбика. Здесь у нас получается 3 резинки. В центре 4 резинки. 3 резинки. И на оставшихся столбиках по 2 резинки, которые относятся к нижнему слою. Готово. Опускаем резинки вниз. И прежде чем мы начнем накидывать следующий слой, давайте, во-первых, центральную часть немножечко поднимем. Я захватываю ее пальцами и поднимаю немножко и аккуратно наверх. Сейчас нам нужно сделать теперь рот для создания рта черная резинка. Два оборота накручиваем ее на крючке. Захватываем 4 резиночки, которые у нас находятся между глаз и между щечек. И снимаем на них черные два оборота. Аккуратненько теперь скидываем со столбика эти красные резинки, придерживая их крючком. И двигаем черные два оборота ближе к центру. Возвращаем теперь на столбик красные, которые только что отсюда сняли. И черная резинка, которая у нас будет впоследствии ртом, находится теперь за этим столбиком. Ну что ж, теперь накидываем следующий ряд. Там, где мы накидывали щечки и глаза, просто берем две резиночки и накидываем. Очень просто. Здесь две и вот здесь две. А на всех оставшихся столбиках накидываем заготовки. И вот здесь две. отлично снимаем с каждого столбика резинки предыдущего слоя здесь получается 3 резинки относятся к нижнему слою по центру 4 резинки здесь 3 резинки но она всех оставшихся столбиках по 2 резиночки центральную часть поднимаем немножко наверх а на крайних столбиках резинки опускаем вниз и накидываем следующий слой а следующий слой у нас будет состоять только из наших заготовок накинутых по кругу давайте приступим к накидыванию в том числе и вот сюда где лицо накидываем эти пупырочки и 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 снимаем с каждого слоя нижние с каждого столбика резинки нижнего слоя здесь 3 там где лицо по центру 4 и и здесь 3 а на всех оставшихся столбиках по 2 резиночки замечательно опускаем все вниз а центральную часть конечно же поднимаем наверх и посмотрите малинка это уже у нас достаточно серьезно сформировалась и это значит что мы с вами выходим на финишную прямую и уменьшаем количество столбиков сначала нам нужно уменьшить или убрать резинки вот с этих центральных столбиков с этого и вот с этого давайте посмотрим как это делается захватываем на столбике одну верхнюю резинку снимаем и смотрим откуда она идет она идет у меня вот с этого столбика поэтому я накидываю ее на противоположный а соответственно вот эта резинка у нас идет отсюда поэтому мы накидываем ее тоже на противоположный а оставшуюся резинку на центральном столбике мы соответственно накидываем вот сюда опускаем резинки вниз и по кругу накидываем наши любимые заготовки вот здесь нам придется сильно заготовочку натянуть так и вот так здесь тоже натягиваем сильно потому что у нас через весь станок идет эта резинка и еще парочку осталось накинуть отлично весь слой накинут и теперь с каждого столбика снимаем нижние резинки здесь у нас получается 3 на угловом столбике по центру 2 здесь на угловом столбике тоже 3 поворачиваем станок на угловом столбике 3 к нижнему слою относятся центральный 2 здесь угловой тоже 3 опускаем резинки вниз и сейчас нам нужно опять избавиться от двух от двух столбиков на этот раз это будет вот этот и вот этот столбик принцип тот же самый захватываем верхнюю резиночку одну и смотрим откуда она идет она у меня идет вот с этого столбика поэтому я накидываю на противоположный а это резинка соответственно идет вот сюда поворачиваем станок и разбираемся с этим центральным столбиком захватываем верхнюю откуда она идет вот отсюда поэтому накидываем на противоположный а оставшуюся резиночку накидываем вот сюда опускаем резинки вниз сейчас накидываем опять наши любимые заготовки 4 штучки 1 2 3 4 так и так и так и так и И снимаем с каждого столбика резинки предыдущего слоя. Это получается у нас по три резинки. Вот здесь три снимаем, здесь тоже три захватываем и скидываем, поворачиваем станок, три, тоже три захватываем, снимаем, опускаем все вниз, центральную часть наоборот, поднимаем наверх. И мы уже готовы снять готовую малинку со станка. Здесь это можно делать даже не безопасным способом, как обычно мы делаем в таких фигурках, а гораздо проще. То есть снимаем с одного столбика, с другого столбика на крючок резинки, аккуратненько с третьего столбика и с четвертого столбика. Так, на крючке у нас сейчас находятся четыре пары резинок. Далее мы с вами берем красную пару, накидываем на кончик крючка и просовываем ее сквозь все петельки, которые сейчас на крючке находятся. Делаем это очень аккуратненько. Из этой пары сделаем петлю, проведя одну ее часть внутри другой части этой пары и затягиваем петлю настолько, насколько позволяет прочность ваших резинок. Чтобы она не распустилась, мы с вами ее немножко вплетем в какие-нибудь резиночки. Я захватываю пару и просовываю внутри торчащую. Еще захватываю. И еще, например, захватим, вплетем. Ну а дальше, чтобы не вплетать, мы сделаем проще. Я крючок вбок запихиваю и вывожу вот здесь, где-нибудь сверху, около этой торчащей петли. Захватываю ее крючком и увожу вниз. Все, теперь она не торчит и нам не мешает. Ну пока эта малинка какой-то имеет такой несуразный вид. А все потому, что у нас пупырочки находятся внутри. И нам нужно сейчас их просто выправить наружу. Мы поправляем их. Это делается очень просто. Вот так изнутри крючком помогаем им выползти на белый свет. И сейчас у нас малинка уже будет приобретать тот вид, какой и должна. По всей поверхности, конечно же, это все делаем. Вытаскиваем пупырочки. Ну вот, посмотрите, теперь совсем другое дело. Наша малинка выглядит более ровно, более приятно и больше похожа на настоящую. И лицо радуется и говорит, съешь меня. Сейчас нам нужно сделать вот что. Сделаем такой стебелек, на котором эта малинка будет висеть. Ну, конечно, когда настоящие мы малинки срываем с кустика, у них зеленой части здесь нет. Она просто красненькая срывается. Ну, а для того, чтобы эта фигурка как-то более законченно выглядела именно из резинок, все-таки, мне кажется, стебелек здесь можно сделать. Я завожу крючок вот здесь внутри и провожу его сквозь зеленые резиночки. Вот так примерно. Беру пару, накидываю на кончик крючка и просовываю ее внутри. Вот так. Другую часть этой пары накидываем на крючок. Далее возьмем две резинки, скрутим их в два оборота на пальцах, накинем на крючок и протаскиваем сквозь те петли, которые у нас на крючке имеются. Другую часть накидываем на крючок. Теперь возьмем одну резинку, скрутим ее в два оборота на пальцах, накидываем на крючок, просовываем сквозь петли, другую часть на крючок. И немножко увеличиваем вот этот стебелек тем же способом. Одна резинка, скручиваем вдвое, просовываем. Одна резинка, скручиваем на пальцах вдвое, просовываем. Ну, я думаю, что и достаточно. Теперь возьмем одну резинку и просто просунем ее сквозь петли. И сделаем из нее петельку, проведя одну ее часть внутри другой ее части. Затягиваем. И, собственно, наша малинка готова. Вот такая замечательная и классная получилась. Я надеюсь, что вам этот видеоурок понравился, поэтому обязательно поставьте за него лайк. Мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И пишите в комментариях ваши впечатления, отзывы, советы и так далее. До новых встреч. Пока!